Уважаемые любители моих небольших роликов, я не думал записывать этот ролик, но не поздравить вас с новым годом не могу. Мне конечно по большому счету наплевать на то, что какие-то полупьяные итальянцы 500 лет назад постановили, что у нас будет вот такой календарь. В общем для меня этого особого значения не имеет. Ну и как для любого ученого, для любого вменяемого человека на этой планете время не имеет никакого значения. Имеет значение то, как ты его проживаешь. В вашей же памяти не остается ничего от времени. Время конечно это прекрасно, особенно когда ты молод, на него не обращаешь внимания. Но постепенно, проживая жизнь, ты как-то сталкиваешься с тем, что ценность времени измеряется не количеством прожитых лет, а совсем другим. В свое время я работал в институте мозга московском, не имеющим никакого отношения к этой прохиндейской лавке в Санкт-Петербурге, а имеется ввиду тот самый институт мозга, который благодаря нечеловеческим усилиям той же мадам Бехтеревой прикрыли, слили с другим институтом. Так вот все времена старые, когда еще была советская власть, там была такая профессор Дзугаева Софья Борисовна. Она была первым доктором наук женщины-осетинкой вообще. Это было крупное событие, она была анатомом. И в общем-то прославилась прямыми проводниками. Но это в двух словах, если говорить, то это в любой части мозга. Есть прямые проводники, которые обходят множественные переключения, идут прямо в центр, так сказать, восприятия. И как бы настраивают мозг на прием основного сигнала информационного. Но это вот раньше, в советские времена, на заводах был такой прием, прежде чем сделать объявление, там, представляете, по громкой связи какая-нибудь там, загробным голосом, тетя, дорогие товарищи. Ну и всякое чудовищное такие вещи. Можно испугаться и упасть в станок. Ну или еще в какое-нибудь производстве. Поэтому прежде чем зверским голосом какая-нибудь тетя объявляла что-то, сначала проходил такой щелчок, щелк-щелк, чтобы человек знал, что сейчас будет некая передача информационная. Вот так же и в мозге. Вот Этсуев Борисовна, значит, любил очень один тост, он звучит так. Насчет помудрения с возрастом. Вот там показывают какой-нибудь Саксаул или Аксакал. По телевизору, там же скопище мудрости. Будучи осетинкой, то есть человек, ожившего на Кавказе, она очень знала цену этой мудрости. И поэтому всегда на новый год произносил такой тост. Молодой дурак станет старым дураком. Молодой мудрец будет старым мудрецом. Давайте выпьем за то, чтобы каждый год рождалось больше мудрецов и меньше дураков. Так что я что и сделаю под этот старинный тост. Кстати говоря, я пью обалденный напиток. Глент Сходня, дорогие шотландцы, можете восторгом задирать свои юбки. Потому что Глент Сходня это действительно шикарный молодой вискарь, сделанный Тимофеем Прокоповым в полном цикле от Солодого ячменя, от соложения ячменя до перегонки в медном кубе. То есть никаких ректификаций. Дистилляция классическая. В долине реки Сходня. Так что вот удивляйтесь. Выдержан в дубовой хересной бочке Алороса. Очень хорошие бочки, придающие аромат как раз вискарю. И через пятьдесят месяцев бутилирован в России. Так вот, это наши производители вискаря. Но вы хотите импортозамещения? Я говорю к начальникам, которые, как известно, глухие и слепые. Всего, что не касается их собственного кармана. Ну, хотите вы утереть нос этим самым скотландцам, которые вот ничего нет, даже ячмень туда завозной наш, пустыня с торфяными болотами, они что-то там производят? Я вас умоляю, тащат со всего мира хересные бочки, тащат своего мозг почки из-под рома. И там, значит, вот эту свою самогонку ячменную, убогую. Они, значит, улучшают переливанием. И там ходят такие дядьки в кепках и в резиновых сапогах таким с мудрым видом. О, великая дистиллерня. Кстати говоря, наши, поддавшиеся этому впечатлению, мы купили одну из таких замечательных дистиллерни, приехали туда, вложили кучу денег, сделали, наладили. Что вы думаете? Эти в юбках голожопые, что сделали? Они отжали, когда наши все наладили, производство восстановили, они отжали наших. Мило, поэтому я думаю, что следующие этапы СВО надо проводить там, поскольку что-нибудь, что-нибудь, что-нибудь делают. Пьянствуют только за счет перегонки нашего ячменя, да, отжимают наши же деньги. Поэтому другой есть вариант более гуманистически взять и поддержать того же самого Тимофея Прокопова. Ну, если такой отличный виски, я в свою жизнь попил очень много и очень разного. Отличный напиток. Через 10 лет он составит, собственно говоря, конкуренцию. Лучшим производителям дайте ему денег. Ничего не просите назад. Дайте землю, построите помещение и скажите, делай. Делай наш вискарь, ставь перегонные системы, ставь кубы, вытесняй эту мерзкую, не буду называть фамилий, кто это делает, дрянь, который ректификат, которым травит население страны. Делайте качественные напитки. Этого что-то не слышно. А Тимофею Прокопову кланяюсь в ножки. Кстати говоря, это шайка любителей виски, которые за свой счет в убыток в себе, там по 100 бутылок делают, вообще ни о чем, но вкусная вещь. Выпустили к десятилетию виски-румс вот этого клуба, в котором я иногда даже имею счастье и честь выступать, выпустили вот такие напитки, тоже выдержанные, тоже односолдовый, без всякой мерзости. Классический вискарь. Вичмень, еще раз говорю, у нас лучше. Они сами его покупают. Нету не хватанчего. Не хватает для спекуляции вискарем в США. Кстати говоря, к десятилетию вышел вот такой календарик. К десятилетию виски-румс. Он черно-белый, очень понтовый. И, естественно, выпендривался я при съемке, как мог. Все снято лейкой М10 монохром, одним объективом, 90 мм с начальной светосилой 2. Я попробовал сначала снимать, ну, это для любителей фотографии, пояснения, на камеру черно-белую 13х18, но поскольку там уклонов особых не было, то есть работы с плоскостями, резкостями было не надо, я снял все лейкой, черно-белой, в монохромном режиме. Поэтому здесь календарь, он чистый, честный, монохромный, без всякой конвертации, цветного файла. Ну и можете познакомиться. К сожалению, в продаже их нет, потому что, как вы понимаете, в нашем скрипоносном государстве любая реклама алкоголя, даже качественного, запрещена. Хотя здесь виски в основном коллекционные, стоящие, как хороший автомобиль, каждая бутылка. Но, тем не менее, здесь есть и описание, и даже приложена музыка через специальный там QR-код. Познакомиться с этим интересно. Мне досталось некоторое количество, там, 50 с небольшим, 60 экземпляров авторских, поскольку я, как обычно, ради искусства работаю не за деньги, а за интересы. И мне кажется, это правильная политика, потому что, если человек хочет заниматься искусством за деньги, то лучше им не заниматься. Оно не может быть прибыльным. Прибыльным может быть пиар-мазня какого-нибудь абстракциониста, который вкладывает миллион долларов в рекламу и зарабатывает два. Все остальное искусство убыточное или делается за счет людей, которые поддерживают художника. Да, кстати, я очень многим благодарен. В этом году мне здорово помогли. Многие вещи осуществлены благодаря такой помощи. Но в силу разных обстоятельств назвать их фамилией не могу. Но приношу глубокую благодарность. Они поймут. Так вот, завершая свои поздравления, могу сказать, что, уважаемые слушатели, спасибо вам огромное за ту душевную поддержку и понимание, которое я нахожу в ваших сердцах. Мне это очень приятно и очень важно, потому что гигантское количество прохиндеев, растаскивающих нашу страну, чиновников, которые пытаются не столько помочь, сколько навредить. Это всегда было в любой стране. Всегда будет. Но, несмотря ни на что, мне кажется, что очень многие люди с большим удовольствием относятся к тому, что я рассказываю. А раз так, то я им безмерно благодарен. Так что я поздравляю вас с наступающим Новым годом. И хотя он выдуман в Европе, тем не менее, в конце концов, самый короткий день уже прожит, и мы можем с надеждой смотреть на солнце, которое встаёт всё раньше и на небе висит всё дольше. Хорошего вам настроения, приятного времяпрепровождения, настоящих напитков и свежих впечатлений от жизни. Благо, что они сейчас будут. Обратите внимание, программу «Время» смотреть всё интереснее. Догадайтесь, почему. Потому что церебральный сортинг разгоняется, как бегун, на длинную дистанцию. Ждём продолжения этого чудесного гоминидного кино. До свидания. С Новым годом. Редактор субтитров А.Сёмкин